Добрый день, дорогие друзья! Я напоминаю, что у нас в гостях профессор, полный профессор, как написано в ее резюме, это профессор Болонского университета, самого старого университета в мире, Габриэла Элина Импости, который является одним из крупнейших словистов, специалистов по русскому языку, русской литературе в мире. И только что мы говорили о том, как она организовала конференцию, связанную с Хлебниковым. В первой части нашей программы мы говорили о ее студентах, о том, кто учит русский язык, литературу, кто теперь ею занимается, продолжают ли студенты этим интересоваться. Но сейчас мне хочется спросить Габриэлу о теме, которая, конечно, ее должна занимать, и занимает всю жизнь. Перевод. В свое время, когда я росла в Советском Союзе, то мы, конечно, читали итальянскую литературу в русских переводах, которые мы не знали, как говорится, ничего лучшего, то, что имели, то и имели. Но благодаря этим переводам мы узнали Джани Радари, мы узнали Альберто Моравия и так далее, и тому подобное. И Умберто Эко, и кого угодно. Я уже потом уехала в Америку и занималась английским языком. Но тем не менее, вот вы, когда вы выучили русский язык и смогли свободно уже оперировать на обоих языках, какое у вас ощущение от русских переводов итальянской литературы? Тогда и сейчас? Да, русский перевод итальянской литературы. Ну, тут, конечно, это тема для нескольких конференций. Да, я знаю. Надо сказать, что в России очень высокая, очень хорошая традиция перевода, художественного перевода. Художественного, это очень важно. Это самое важное, то есть перевод, переводом, но тут речь идет о художественном переводе. Солонович, вот такой, скажем, мастер перевода итальянской литературы, особенно итальянской поэзии Солоновича. Он получил и премию от общества Данта Лигери недавно. И он является действительно самым важным, современным переводчиком итальянской литературы. Ну, традиция художественного перевода с итальянской литературы началась в России давно, уже в XIX веке, скажем, даже в конце XVIII века. И многие поэты, многие писатели занимались этим, поэтому я думаю, что тут, наверное, у вас было очень много, что читать. Да, конечно, мы читали Петрарку, мы читали Данта, абсолютно. Ну, это как бы старый итальянский язык. А современный о том, что переводят с итальянской литературы на русский, я не могу, должна признаться, рассказать. Я думаю, что, наверное, есть много публикаций. Я могу рассказать о том, что переводят в Италии с русского языка. Да, это да, это как бы другая сторона, да, это очень интересно, конечно. Вы знаете, у нас есть такое издательство, называется «Воланда», конечно, это связано с романом «Мастера Маргарита», и вот это маленькое издательство, которое было основано где-то 20 лет тому назад, недолго. И там работает бывшая преподавательница итальянского языка в России, которая потом, когда приехала, то есть в Советском Союзе, когда потом, когда она вернулась в Италию, она преподавала русский язык в университете, в итальянском университете. Поэтому у неё такой, она итальянка, и она посвятила себя к этому, чтобы перевести современную русскую литературу. Например, ну, конечно, там переводят, перевели, и, конечно, сожженительно, но таких писателей, современных писателей, как Шишкин, Прилепин, Олешковский, Иванов, Алексей Иванов, вот, но и даже Пригово перевели. О, которую, по-моему, невозможно переводить. Вот как, кстати говоря, о Пригове. Да. Или от других есть, что можно перевести, а что нельзя. Для меня, например, некоторые вещи, как для русскоязычного человека, абсолютно непереводимы ни на какой язык. Я не понимаю, как это можно перевести, и в любом случае перевод не будет адекватным. Да. Как это можно? Тут, конечно, об этом это всё. У нас есть, надо сказать, что и в Италии есть хорошие переводчики, которые знают очень хорошо русский язык, владеют, хорошо владеют русским языком, и владеют итальянским языком. Конечно. Конечно, да. Вот, например, такое имя Марио Карамитти. Марио Карамитти перевёл Пригово и перевёл, например, Петрушевскую. Вау. Или перевёл других современных писателей. Более, может быть, менее известных, как, например, Владислав Трошенко. Но он преподаёт русскую литературу как раз в Лос-Апенце. Но он является очень хорошим переводчиком. Что можно перевести, что нельзя? Тут речь идёт о тексте, да? Какой тип текста. И иногда, когда, например, текст написан на основе игры слов, переводчику приходится всё-таки написаться снова. Не может перевести слово от слова. Да, буквально. А должен понять, в чём там дело, да? Где состоит ядро этой игры слов. И может перевести, на самом деле перепишет всё. Да. Я сама занималась, но теоретически, я немного перевожу, занималась проблемой перевода полиндрома. Хлебников написал полиндромические стихи, и я написала такой, для меня это интересный вопрос, теоретический вопрос. Можно ли перевести полиндром? Да. Там изучила, как, например, перевели на английский, перевели на итальянский, перевели на французский или на немецкий. Разные подходы. Некоторые просто перевели слово от слова, и получается, конечно, довольно такой бессмыслица, да? Потому что там, в принципе, полиндрома – это совсем другое, да? Можно читаться слева направо, а потом справа налево. Да, но чтобы какой-то был смысл. Да, вот. И вот, например, такой немецкий поэт, сейчас у меня вылетело из головы, но пастер, пастер, по-моему, да? Да, он сказал пастер. Он перевел такое краткое стихотворение Хлебникова на полиндромическое стихотворение, но он подошел к этому, он объявляет, что он перевел, написал снова это стихотворение «Алла Хлебников». Он понимал, в чем там дело, и тематически остался на том… То есть это не буквальный перевод, это не буквальный перевод. Но это, кстати, тот же самый прием, которым в свое время, не имея даже задачи полиндрома или не полиндрома, им пользовались поэты в 19 веке. Они брали Гейне и писали на этом самом острове Диком стоит одиноко сосна, скажем. То есть они сочиняли свое произведение по мотивам Гейне или Гёте или кого-то еще. Это, в общем, довольно такая типичная практика. Но вот мне интересно, что вы, как читатель, что вам интересно в современной русской литературе? Меня интересует, как и дина, современных писательниц. Женская литература. Женская литература. Братильница Вера Хлебникова, она правнучка, да, не, да, правнучка Хлебникова. Да, потому что у Велимира была сестра Вера Хлебникова, которая потом вышла замуж за его друга, и поэтому отсюда, который был Петр Митурич, да. Вот, но не будет. Вот, Петрушевская, конечно, Улицкая, вот, например, Гизеля Яхина, Марина Степнова, Мария Степанова. Вот такие современные писательницы. Я, вот, у меня есть курс о современных русских писательницах, вот, поэтому через каждые два-три года я читаю такой курс, да. А вот интересно, читая этот курс, или просто думая на эту тему, что вы видите в современных писательницах России того, чего нету больше ни у кого в мире? Ну, вот, конечно, у тех писательницах, которые все-таки были уже взрослыми в советское время, это описание советских времен и реалия, да, ежедневной жизни, то быт, быта в Советском Союзе. Вот это одна, это одна точка, вот, один момент. Другой момент, например, есть такие писательницы, как, например, Гизель Яхина, она, все-таки у нее такой, скажем, национальный фон, да, особый, который нельзя определять как русский, но все-таки она пишет по-русски. Поэтому вот много, тот факт, что в России существует очень много таких национальных традиций, всяких наций, как можно, и поэтому все-таки, несмотря на тот факт, что они разные, но эти писатели, писательницы пишут по-русски, поэтому каким-то способом они умеют это передаться. Между собой они связаны, да. Да, вот, и, ну, потом, конечно, есть подход к телу, как изображено тело, роль женщины в обществе, вот, и связан с историей, да, с историей страны, да. То есть, если бы вам надо было, вот, вашему студенту, который спрашивает, чем, почему я должен читать российских писательниц, что они мне такого расскажут про женщину? Да, но я вам расскажу вот это, потому что у меня бывает много русскоязычных студентов и студенток, которые, ну, это, скажем, в начале 2000-х, они как-то были уже еще детьми, их воспитали чуть-чуть во время советского времени. Теперь, конечно, эта связь совсем потерялась, но очень часто они говорят, ой, не существует женская литература в России. Вот это первое, там, у них, они так говорят, вот, нет, нет, нельзя говориться о том, что в России есть женская литература. Я говорю, да, женская, в смысле, что их пишут женщины, не то, что это не такая важная, как мужская литература. Поэтому они начинают, они очень подозрительно относятся к этому, да, говорят, ой, ну, чем важнее Петрушевская, скажем, чем, не знаю, Сорокин, какой-то другой ЭК, да. Вот. Потом, когда они начинают работать над этими текстами, они понимают, что все-таки они очень хорошо написаны, во-первых, там очень интересный текст, там содержание. Сюжет. И очень интересные мысли. И поэтому я постепенно, некоторые, которые начали со мной курсы по русской литературе, которые объявили, вот, нет женской литературы в России, потом некоторые написали у меня магистрскую дипломную работу. На эту тему. Не знаю, Ростепнове, Степанове, Петрушевской, Улицкой и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что это, для меня это всегда важно читать, познакомиться с автором, да. И потом я говорю, надо пережить тексты вместе с ними. То есть читать, как будто это были путешествия в душе, в воображении писателя или писательницы. Да. Я занимаюсь русскими писательницами, потому что, вы знаете, когда в конце 90-х я стала матерью, то есть у меня родилась дочка где-то в 95-м году. И для меня, я уже была не молодая, но это очень важный опыт, скажем, да, переживания тоже, да, все меняется. И тогда я начала читать Петрушевскую. И для меня это был шок, потому что она выражала мои чувства, иногда даже мою гнев, да, мир, который я испытала. И вот это чувство тела, как-то все проходило через тело. И поэтому я стала читать русских писательниц, русских писательниц, потому что я познакомилась благодаря им, этим современным писательницам, русским. Я поняла что-то о себе. Вот поэтому я все время говорю своим студентам, для вас это должно быть какое-то путешествие в вашем сознании. читать книги. И это как найти путь и ответ, и вопросы. Но это не только там заполнить сюжет, да? Да, конечно. Нет. Это открыть себя, это через кого-то открыть себя, наверное. Вот у меня всегда такое ощущение, почему мы читаем литературу, мы хотим узнать ответы на вопросы, которые нас мучают. Да. Или просто забыться. Иногда. Да, такое тоже бывает. Иногда. Ана Маринину ее читала. Вот. Это тоже интересно. Отключиться. Отключиться немножко, уйти в мир фантазии абсолютно. А для вас лично, ну вот вы упомянули Петрушевскую, она остается самым таким главным писателем. Вот кого вы любите читать сами, для себя, не для работы. Да, вы знаете, трудно сказать, если бы было время, когда очень много там дипломных или мастерских работ, или даже диссертаций, и экзаменов и так далее, что надо читать и проверить, времени остается мало. Но я, вы знаете, люблю Улицкую, например, вот, люблю Степнову, Степнову. У Степновы тоже такой довольно близкий подход к Италии, между прочим. Вот. Ее романы перевели на итальянский, как раз, практически все, и она пользовалась большим успехом. Как интересно. Этого я не знала. А вы читаете все-таки их по-русски или в переводах? Я стараюсь читать по-русски. Иногда, если нет времени, нет силы, читать по-итальянски, а потом возвращаются к тексту по-русски. Состояние... Последний вопрос. У нас осталось 3 минуты или 4. Состояние итальянской литературы. Итальянцы читают меньше. Наверное, итальянцы и пишут меньше? Нет. У нас очень много писателей, и писательницы, и мало читателей. Парадокс. Парадокс его жизни. К сожалению, в Италии очень маленькая доля хороших, сильных читателей. Читателей. Вот. И есть такие люди, которые читают меньше одной книги в год. Ах. Да. Это у нас... Это трагедия. Трагедия. Зато есть сильные читатели, которые читают очень много. И есть очень хорошие передачи тоже по радио, например. У нас каждый день проходит такая передача, называется «Фаренайт». И там в течение трёх часов говорят о литературе, о современных книгах, о современных писателях, не только итальянских, конечно. И очень интересно. И от этого получается довольно приятная картина итальянской культуры. Но... Да, но эта культура затрагивает очень маленькую часть населения. Наверное, так. Но что делать? Мир меняется, мир сотрясают какие-то ужасные проблемы. И, к сожалению, да, становится... Но, к счастью, есть люди, как вы и многие другие, которые всё-таки литературу любят, любят язык, ценят язык, занимаются этим. Я вам очень признательна за то, что вы к нам сегодня пришли. И я вам желаю очень больших... самых больших успехов. И я желаю нам всем, чтобы Россия, в конце концов, при нашей жизни, я надеюсь, открылась, и мы могли бы туда приехать и заниматься русской литературой, которая, я надеюсь, продолжает создаваться и в России, и за её пределами, наверное, потому что сейчас... Вот мы об этом говорили неделю тому назад. У меня были люди, которые говорят о том, что настоящая русская литература сейчас создаётся за пределами России. Ну, вот сейчас такой период времени. Напоминаю, друзья, у нас в гостях была Габриэла Импости, итальянский словист, специалист по итальянскому русскому футуризму, по переводам, по современным русским писательницам и по многим другим вещам. Спасибо огромное, Габриэла. Спасибо вам, что пригласили. А мы, друзья, с вами должны попрощаться, только я хочу сказать, что завтрашняя программа будет посвящена нескольким очень важным событиям, которые происходят в Нью-Йорке как раз в эти дни, в этот уик-энд. В частности, оркестр Нью-Йоркской филармонии играет исключительно интересную программу, под управлением украинско-финской дирижер Ши Дали Стасевской, солистка Лиса Батяшвили. Эти концерты проходят сегодня, завтра и воскресенье. Второе событие Наталья Осипова. В субботу один единственный концерт. Третье событие открытие фестиваля Шуберта. Пора прощаться. Спасибо за внимание. Включите ваши приемники в субботу. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова